Продолжение следует... Вопроса, потому что вопрос насущный, дольщиков интересует, но, насколько я понимаю, у вас налажена тесная взаимосвязь с активистами как раз вот этих проблемных дольщиков, и вы с ними контактируете, и они порой даже знают больше, чем СМИ. И сегодня, опять же, насколько я знаю, у вас была встреча с ними, плановая она была или не плановая, и какие вопросы там обсуждали, и вообще на каком уровне сейчас вопрос? Ну, изначально инициативная группа, когда создавалась, она даже еще без меня, они отдельно в соцсетях собрали группу инициативных людей, которые принялись за решение этой проблемы. Им надо дать должное им, что они смогли поставить очень много количества людей в реестр, значит, организовали дополнительно еще каждому дому инициативную группу, которая смотрела и контролировала, и контролирует объем стройки, и именно по своему дому. Если какие-то возникают вопросы, то они записываются, мы определяем по времени, да, я даже вызываю участок строительный там своих бригадиров, прорабов, которые отвечают за этот дом, и они им отвечают на все вопросы, которые есть. На самом деле, они знают больше СМИ, потому что они чаще в этом, это их вопросы, они чаще кипят в этой воде. Ну, за последний год вот прямо четко выражена положительная динамика, даже в настроении дольщиков, которые попали в такую проблемную ситуацию, потому что, если год назад еще буквально это были радикальные какие-то движения, настроения в том числе, вот, то сегодня вроде как диалог налажен. Ну, мне это приятно, мне очень честной души это приятно, что все-таки большая часть людей, когда мы пришли, да, все стояло, и они тогда высказывали негатив, и при одном условии, что если краны заработают, мы тогда увидим, что все-таки сдвинулось с мертвой точки. А пока идут разговоры, это же до меня, они два года, у них ничего не строилось, да, поэтому они были уже напуганы и обещаниями, обещаниями, которые обещали, сейчас начнем, да, так же я пришел, они с недоверием к этому вопросу отнеслись, но вот прошел год, мы, в общем-то, то, что обещались, план, который наметили, мы его сделали, поэтому я думаю, что на основании этого у дольщиков уже спал такой негатив, который был. Ну, вот объем инвестиций, да, в том, чтобы запустить, продолжить и достроить вот эти дома, в том числе, инвестиции 2 миллиарда, вот, это бизнес-вложение, или это что, вот какой, скажем так, интерес именно ваш вот в этом? Ну, изначально, когда мы заходили на рынок Челябинска, да, мы в Магнитогорске же все время строили, было желание очень большое зайти на рынок Челябинска, поэтому мы взяли участок на 52-ом микрорайоне и начали там строить три дома, и тут вот ситуация получилась с Гринфлайтом, да, мы в нее вникли и посчитали, что даже, хотелось, конечно, сначала там заработать даже, но мы сейчас понимаем, что уже зарабатываемость речи не идет, и наши инвестиции, если будут в том, что мы дозакончим все это дело, получим ноль, да, и получим имидж, который компания приобретет на весь город Челябинск, да, на область, положительный имидж, это стоит тоже немалых денег, я считаю, что на сегодня это тоже инвестиции. То есть это просто инвестиции в имидж компании, чтобы в дальнейшем закрепиться на рынке Челябинска? Мы все понимаем, сначала, когда считали, была ситуация экономическая одна, сейчас она ничего не улучшается, а идет такая ровная стагнация, поэтому, честно, думаю, что, дай бог, закончить хорошо, чтобы. Олег Владимирович, когда последний дом Гринфлайта будет сдан дольщиком? Максимум в декабре 2018 года уже все должны получить квартиру. А какое дальнейшее будущее у Гринфлайта? Я здесь сказать не могу, потому что я все-таки, должность у меня выборная, я не хозяин Гринфлайта, поэтому я эту ситуацию исправлю, а там дальше к тому времени посмотрим, какая ситуация, возможно, экономическая будет, поэтому я сейчас за Гринфлайт сказать не могу, какое у него будущее. Поэтому, возможно, все, и выправить, и не выправить, как получится по экономике. Но то, что достроим всем квартиры, это однозначно. Ясно. А какие-то проекты, может быть, в рамках Челябинска, которые также в рамках Гринфлайта? То есть, пока неизвестно. Основная задача, сейчас я правильно принимаю, что к 2018 году, точнее, на конец 2018 года, это сдать все дома. Ну и вообще, само название компании Гринфлайт, оно уже, мне кажется, в таком негативном немного посыль, в том числе и со стороны СМИ, и со стороны дольщиков. Поэтому, действительно, дальнейшее будущее пока, насколько я понимаю, неизвестно. Ну хорошо, а магнитострой, какие дальнейшие планы в городе Челябинске? Ну, по магнитострою, планов громадье, поэтому, дай бог, только чтобы была покупательская способность. А по этому варианту мы зашли, мы приобрели на аукционе землю, поэтому у нас в перспективе проекты планировок. Строим, строим, строим и продаем. Ну вот, я не просто так спросил про планы именно компании магнитострой, потому что вы негативно высказываетесь в отношении долевого строительства. Интересно, как компания будет, в каком формате будет работать с покупателями? Ну, давайте так, компания, она не маленькая, у нее есть финансы, которые по экономике могут позволить себе строить дома, чтобы людей не втягивать в долевки. А какие еще альтернативные варианты есть, кроме долевого строительства? Потому что, ну, зачастую люди, как правило, борются за низкую цену. И как раз долевое строительство, это было такое вот решение цены. То есть на уровне котлована, когда покупали квартиру, люди понимали, что идут на риск. Ну, не все, конечно, есть люди, которые не понимали, что идут на риск, но, во всяком случае, они выигрывали в цене. И поэтому некоторые даже расценивали это как инвестиции. Ну, давайте так, ведь то же самое страховка должна была обеспечивать людям долевку, да? Она у нас по закону не сработала. Ну, или ее сделали так, чтобы она не сработала. Сейчас есть ситуация очень простая, точно так же. Ты можешь класть деньги на депозит банка, при этом можно заключать там трехстороннее соглашение банк-застройщик и покупатель, где говорится четко, если ты дом сдал, то строителю банк перечислил деньги. Если ты не сдал, то, соответственно, дольщик может забрать эти деньги и сказать до свидания. А банк будет уже требовать застройщика? Да, банк там уже пусть разбирается с застройщиком, как и что там. Основания там, если сейчас по новому законодательству разрешили, это ведь только иметь одно разрешение на долевку, на один дом. Поэтому на один дом, я думаю, что проблем никаких нет, чтобы взять, удовлетворить спрос, достроить его даже за свои деньги. Пусть люди берут и все. А будет ли срабатывать какой-то административный барьер? Потому что ведь далеко не каждая компания и банк будет отдавать средства на то, чтобы возводить дома. И не станет ли это каким-то барьером для прохождения, скажем так, маленьких строительных компаний? Понимаю, что к вам это не относится. Но вот во всяком случае, не повлияет ли это на стоимость квартир в итоге? Ну, давайте так. Маленькие хотели стать сразу большими, соответственно, споткнулись. Второе. Большие еще стали хотеть быть большими и то же самое споткнулись. Поэтому сейчас введено общее правило. Один дом, одно разрешение на одну компанию. Все. Что маленькая, но что большая. Даже для маленькой один дом. Пожалуйста, рисуйте. Если ты нормально работал, там же еще были параметры трехгодовой объема. Поэтому, если ты нормально работал три года, ты все равно можешь на 30% этого дома наработать, возвести фундамент, потом дальше начать собирать на счета банка эти деньги. Ты видишь уже, сколько у тебя приходит, как ты продаешь. От этого исходишь. Банк тоже видит твою деятельность. И поэтому он может сказать, ну, там, 30-40% доделывай. Вот 30% ты уже продал, у тебя на счету лежат. Пожалуйста, на тебе вот 40% я тебе кредитую и доделываю. Вариантов очень много. Поэтому те, кто хотят, без всяких обманов, и это реально, они смогут это делать и удовлетворять. Тех, у кого не получается, ну, не нужно за это браться, я сразу хочу сказать. Не от того, что я не люблю маленьких. Пожалуйста, начинайте. Я с уважением отношусь очень. И начинал я с того же самого. Но нельзя. И, кстати, маленьких-то компаний ведь не так много, если честно, не так много с дольщиками остались. Ведь в основном-то, посмотрите, большие компании, которые хотели заявить о себе еще и еще больше. Да, вот они больше всех и попали. А маленький он, что? Маленький. На маленьком доме много, как они говорят, много не утащишь. Соответственно, он честно и работает. Это маленький предприниматель. Ну, вот Академия Риверсайд, это не единственная проблемная точка в нашем регионе. Были ли вам поступления, поступали ли предложения взять, опять же, на, скажем, решение, как какие-то еще другие объекты? Мне поступало от Южноуральской строительной компании, от ГРАД поступало предложение, да, по которому. Но, к большому сожалению, там, по ГРАДу я, по-моему, сказал, что если хотите, то давайте к концу года можем что-то вернуться, посмотреть. У них там ситуация, как я считаю, не такая, чтобы завалено. А у уральской строительной компании, я смотрел, там, бесполезное дело, что-то, что-либо будет. Ну, это, по крайней мере, с коммерческой точки зрения. Я объясняю только с коммерческой. Ну, вот, опять же, с коммерческой точки зрения, меняется экономическая ситуация в стране в целом. И те прогнозы, которые были еще год назад, два года назад, уж тем более, они сейчас немного не сбываются. Влияет ли это на качество строительства? Ну, качество, ну, я честно, прогнозы качества никак. Качество должно быть всегда на высоте, да. И оно ни к чему никакому, ни к финансам никак. Ну, просто расчет был стоимости, скажем так, на одни стройматериалы, а так как они подорожали в цене, приходится брать более дешевые. Влияет ли вот это как раз на качество возводимых домов? Мое мнение не влияет. Ничего не влияет это. И более дешевые материалы, просто их нужно качественно делать и укладывать. Каждый материал имеет свои там ГОСТы, направления, для чего и куда. Если положено, там, класть этот кирпич 150 марки, да, то никак нельзя его сотой класть. Поэтому, а если говорится о такой замене, то это уже идет нарушение и технадзора, и всего. Там четко все написано в документации, в проектировании. С какого бетона, как прогревается, что делать, с какой кирпич, какой утеплитель. Все, характеристики даны. А дороже, дешевле, по-моему, никак. Ну, вот просто поступают жалобы от уже людей, которые получили свои квартиры. Вот на минувшей неделе, значит, был после ливня, протекли десятки квартир, с балконов лилось. Это пишут в сообщениях в соцсетях. В квартирах на стенах и потолках мокрые пятна. Когда строители будут исправлять, спрашивают. Не, ну то, что положено по закону, строители в установленном сроке, они будут все это исправлять. Хотя, если это наше, да, и это не стихийное бедствие, некачественная работа, то мы обязаны это исправить. Поэтому мы стараемся максимум на это обращать внимание и исправлять. Спасибо большое. Напомню, сегодня у нас в гостях был генеральный директор ООО «Гринфлайт» Лакницкий Олег Владимирович. Спасибо, что заглянули к нам. Это была программа «Есть вопрос». Меня зовут Павел Зорин. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова